Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами рассмотрим вопрос о терапии существенного болевого симптома в практике хирурга-химпатолога. Проблема с заболеваниями существенного болевого симптома – это давняя проблема. И больше всего больных, которые обращаются на прием к врачу, это больные с дистрофическими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, поскольку эта проблема является одной из самых-самых важных в современной аппарате и медицине в целом. Было подсчитано нашими экзаменами, что примерно 1-1,5% валового процента тратится на лечение этих заболеваний. Известно, что количество финансов, которые выделяются на лечение и профилактику заболеваний аппарата превышает то количество, которое тратится на лечение онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В нозологической структуре ревматических заболеваний место принадлежало остеинстриту колен и тазобедренных суставов, а распространенность этих заболеваний, причем, на всех жителей России в возрасте 18 лет и старше составила 0,5%. Но только те пациенты, которые были зарегистрированы в клиниках, диспансерах, стационарах, а тех, которые не приходят, их еще уже будет. Это действительно, как мы с этим сталкиваемся постоянно. Патагонез, в чем суть заболеваний, суставов, которые встречаем на приеме? Это пациенты, которые имели травмы, это повреждение связок, хряща, менисков, а также больные, которые страдают ожирением, в которых имеются избыточные нагрузки физические. Все это ведет к тому, что в суставе возникает воспаление, а именно сеновид, энтези, состоит. Все это ведет к генеративным процессам в суставе. Первую очередь помену в хряще и в субхантральной части. Развивается остеопороз, дали склероз, рост остеопидов. И таким образом мы имеем картину остеопороза. Но вот здесь очень интересный слайд, который показывает, что в современной жизни малоподвижность ведет к ожирению. И ожирение является вечным спутником гонартроза, гокстротроза, то есть остеопортрита. Интересно, была считана статистика. Каждый лишний 5 килограмм веса увеличивает риск развития артроза гонарного сустава до 40%. К 2025 году ожирением будет страдать почти 20% населения Земли. И неудивительно, мы видим часто по телевизору телерепортаж из развитых ведущих стран, скажем, Европы, Америки. И мы видим среди населения, среди большей популяции колоссальное количество людей с избыточным весом. Что еще интересное в гонартрозе гонартрозе? Ну, мы знаем, что в первую очередь страдает хрящевая ткань. Хрящевая ткань состоит из склетор, амброцитов и межуточного вещества. Вот межуточное вещество потерпевает наибольшее изменение, а именно, идет разволокнение куточного вещества, идет разволокнение гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота рвется и уходит из киалуроновой кислоты. И многие протоколиканы, которые составляют основу межуточного вещества, таким образом снижаются вязко-эластичные свойства, хрящевая ткань. Кроме того, артрус приводит гиппель, пудроцитов. И здесь выделяется в межуточное вещество, а также в полосустава большое количество ферментов. И эти ферменты, они вновь разрушают межуточное вещество. Таким образом образуется ферментический круг, который непросто, очень сложно разорвать. Причины развития пудроцитов, это, конечно же, структурные изменения хрящевых тканей, костных тканей. Это развитие воспаления, а также формирование ноцицептивного ответа, изменение пудроцитов и центральной нервной системы. Итак, биомеханический структурный фактор хрящевых тканей, это избыточное снижение мышечной силы, развитие остеохрящевых тканей, восколиоризация структурных структур, развитие сеновита. Из-за того, что страдает хрящ, суставная щепь начинает сужаться, происходит отчет и повреждение мозга. Здесь видим на ринкогрете картину остеоартрита. Мы видим сужение суставов щели по утреннему краю колесного сустава. Мы видим формирование фитофитов. Все это говорит о том, что суставы происходят изменения. Воспалительные процессы. Благодаря чему это возникает? Это преимущество макрофитокальной инфильтрации. Повышение макрофитов, воспаление. Мы видим это всегда. Если определять их, то обнаружим их повышенные количества. Круп тоже генит на этом. Это может быть сок, цареактивный биток повышаться. Но они повышаются только при высокой стадии и высокой степени активности беспалитного процесса. А так обычно они находятся в пределах нормы. А также повышается концентрация цифрактивной сыворотки в крови. Ну и вот мы видим то, что развитие боли задействует периферическую нервную систему, центральную нервную систему. Ну и, конечно, эмоции. Эмоции у людей. Разные люди по-разному переносят болевую реакцию. Поэтому мы это все учитываем и учитываем при назначении лечения. Итак, мы подходим к лечению. Какие цели терапии остеоартрита? Есть рекомендации общества ОРСИ. Это общество, которое занимается в области остеоартрита. Есть кульнические рекомендации. Есть рекомендации, которые были приняты на ассоциации левматологов России, ассоциации трактового лотопеда России. То есть у нас у всех примерно одинаковые взгляды на лечение остеоартрита. Итак, что мы хотим достичь? Первое. Уменьшение болезни, поддержка и улучшение протяженности суставов, улучшение качества жизни больного, снижение физической дезадаптации. То есть человек должен быть физически адаптирован к тем условиям, в которых он находится, даже в наличии явлений остеоартрита. И, конечно же, замедлить прогрессирование повреждения христиан. Не допустить пациента к хирургическому лечению. Для этого не нужно обучить пациента. Пациент должен стать близким, скажем, ну, как это выразить, ну, примерно, он должен стать помощником врача именно в плане своего лечения. Если пациент понимает задачи лечения и принимает лечение, тогда и будет результат. А если пациент, а так много, говорит, вот мне доктору убил сустав и лицию одну, чаще всего это кортикостерония, и хорошо стал, хороший доктор, а то, что нельзя вводить большое количество кортикостероний в сустав, врач ему не сказал. А мы ему не знали, и через год он готов для эндопротезии. Итак, лечение просто артрита – это комплексное лечение. Это комплексное лечение, это комбинация лекарственных и нелекарственных подходов, комбинация терапевтических методов и даже хирургических. Итак, фармакопритетия. Что мы, вернее, на что мы влияем? Первое – это изменение образа жизни. Если это пациент, который занимается физическим трудом, мы должны ему объяснить, что поменять вид его трудовой деятельности, и больные, как и соглашаются с этим. Далее. Больной должен хорошо спать. Он не должен всего воспринимать. То есть стрессовые христики должны быть минимум. Для этого больного мы обращаем. Мы говорим, что больной должен заниматься лечебной физкультурой. Но это не значит, например, что он должен поднимать штангу 50-70 килограмм. Нет, не надо это делать. Это можно делать лёгкую физкультуру, плавание в море, посетить, солярии, потому что образуется 1D, 2D препараты кальция, способствуют, улучшают метаболизм костной ткани и хряща в целом. Конечно, мы должны ознакомить пациенту с хирургическим лечением. А хирургическое лечение, как разное бывает, это не обязательно лекаризирование. Есть органосохраняющие операции, которые выполняются в ранних стадиях пульсового артрита. Какие это операции? Это чаще всего остеотомия, это радиочастотная денервация сустава, это введение элитрайта, это артромедуляторное инфицирование и так далее. Именно вот эти операции, они способствуют сохранению сустава. Не лекарственные лечения, а снижение массы физических упражнений, отмечения пациента. Даже существуют такие, знаете, общественные организации, например, пациентам, которые страдают просто артритом, или которые становятся герматоидными. Они собираются, они дискутируют, делятся своими впечатлениями, опытом. И таким образом они чувствуют себя полноценными членами нашего общества. Это очень и очень важно. Даже они организовывают совместные поездки по интересным местам и так далее. Понимаете, люди заняты, они отмечаются от своей болезни. Это очень важно. Это как раз и есть учение пациента, психологическое лечение данного сжимания. Дополнительные методы. Ортопедические пациенты, конечно, обязательно. Бандажи, шины и использование дополнительной опоры. Например, росточка, когда есть какая-то боль. Ношение удобной обуви. Особенно это касается наших дорогих женщин. Они, конечно, хотят быть всегда кафидами. И в молодом возрасте, и в среднем, и в пожилом возрасте. Они носят узкую обувь, в высоком каблуке, формируя деформацию переднего отдела стекли. Формируются москоростопие. И как раз развивается имя восприятия стаоартрита коленных суставов, тазобедренных позвоночника, физиотерапия, гимнастика, плавание аэропорта. Через кожная стимуляция нервов, акупунтура. Ну вот, пожалуйста, один из примеров применения лечебной фискультуры. Видите, целая программа. И собирается в большом количестве, занимается коллективной физкультурой, безусловно диет, снижение избыток тела. Диета должна быть, скажем, полной витаминами, фосфор где-то будет быть. То есть это не только общие фрукты, но, скажем, рыба, например, мясо, легкое кухне мясо при наличии полярки, рыбаки и, скажем, дискомфорт в области коленных суставов временно можно носить ортезы, в области коленных суставов. Но есть очень важное замечание по поводу, нельзя носить постоянно, потому что происходит атрофия мышц, и без таких ортезов уже пациент не ходить не сможет. Надо обязательно, обязательно носить ортез, только в хронических случаях. Но при наличии хроника у пациентов, в возрасте, рекомендуется начать местные формы несторонних воспалительных препаратов. Это крем, мази, гели, пастыри. И я знаю, и отзывы своих пациентов, что они очень любят этот вид лекарственных препаратов. Кремы на ночь, мази и так далее, это просто для них, как говорится, основное лечение. Ну и не случайно, что именно эти формы несторонних противовоспалительных препаратов вошли в клинические рекомендации, которые вступят в силу с 2025 года. И это очень важный компонент лечения хронической боли при остеопаркетии. Покотерапия на что направлено? Она направлена на ингибирование цикла оксигеназы, ниже рассмотренных вопросов. Дальше покотерапия может включать в себя глюкоптикостероиды, интроортикраны. Но с этим надо быть очень-очень осторожным. Мы об этом тоже поговорим. Парацетамол, долоксетин, хондритин, сульфат, наистероидные препараты, хондритин, сульфат и остальные глюкозамиды, сульфаты. Это препараты, так называемые, действующие. И они являются базисными препаратами. Мы тоже обеспечиваемся. Конечно же, мы, задача наша, это купирование болевого сферы. Это известно уже давно, если мы не будем купировать боль, то мы таким образом приведем к тому, что в больную формируется хроническая боль. И что это приведет? Это приведет к тому, что у больного формируется именно такой болеволь-синдром, который будет влиять на развитие спустных заболеваний. И лечить тогда у пациента будет очень и очень сложно. Поэтому задача наша это снятие синдрома. Как мы видим в этом слайде, лечение остеопатроза или остеопатроза. Лечением занимаются специалисты. Это терапевты, терапевтологи, ортопеды, терапевтологи и так далее. Есть рекомендации по лечению остеопатроза. Но какие рекомендации? Это четыре шага. и мы следуем этим шагам постепенно. Первый шаг рекомендации применения базисных препаратов. Это препараты сезонного терапевта. Второй шаг применения наставок противоспалительных препаратов. Третий шаг это применение анаблетики короткими курсами. И четвертый шаг хирургическим лечения. Хирургическое лечение. И вот мы видим, что на первом шаге применяются медленные действующие препараты. Какие это препараты? Это контрепротекторы. Это регулярные хондроиденцифата глюкозаминского. Коррекция металлургических нарушений и глюкозаминского. Вот. Это как раз первый шаг. Рекоменция полустеройных противоспалительных препаратов. Да, есть и мы знаем очень много. И они входят тоже в клинические рекомендации. При сильной синдроме начинать лечение артрита надо именно противоспалительных препаратов. И это будет рекомендация. видите на стыде те ассоциации общества, которые согласны с таким подходом к лечению острого артрита. Итак, мы видим в слайде как бы подбор, в принципе подбор, на стыдной противоспалительных препаратов зависимой от степени риска негативных реакций. именно нежелательные явления, которые возникают при применении этих препаратов и определяют выбор того или нового препарата. Когда назначают этот препарат, у нас есть два основных подхода к этому. Первый это его эффективность и второй его безопасность. Итак, какие же факторы риска при назначении этих препаратов? Есть факторы со стороны желудочно-пишечного это что? Интересная болезнь, это гастрит и именно назначение этих препаратов именно подавляют с гипокси геназу 1 как раз они влияют на желудочно-кишечный тракт. И мы когда назначаем эти препараты мы обязательно стараемся назначить препараты которые защищают физистую желудочно-кишечного тракта. то есть это индивидуторы ратурной губы. Далее факторы риска могут быть сердечно-сосудистой системы и видим что при назначении основного препарата подавляют цепи окси геназу как раз они и вызывают они будут вызывать повышение добра могут вызвать ишемический инфаркт поэтому быть очень и осторожны при дамы первым восстанавливается механик мы восстанавливаем врачи инструкции кране и возможно организма но мы помнить всегда о побочных влияниях препаратов поэтому доза препарата продолжительность применения препарата должны описать и учитываться с анализом желудочно-кишечного тракта сердечно-сосудистой системы как мы оцениваем есть обычно шкала ваш которые иногда скажем интерпретируется как сантиметрах 0 до 10 сантиметров иногда миллиметров 0 до 100 миллиметров иногда и так далее в зависимости от того сколько таких сантиметров мы различаем отсутствие боли слабая до 3 умеренность 4 до 6 очень сильно до 9 и 10 несерпим и вот вы видите что происходит при слабой сон не нарушен обычный аналогичный действие не менее 4 часов то есть если применять аналитики умеренная боль мешает обычному не дает стык себе и сон нарушен сон боли и аналитики действуют менее 4 часов иногда иногда надо скажем таки аналитики повторять повторять и сильная боль сон боль сон нарушен слабые опиоиды аналитики применяются как громадол вот и часто сон дитя не более страдает страдает этой боли боли ну что мы таких аналитики боли пожилого старшего оборота низким рекомендациям мы применяем формы на стороне против болитных препаратов ну то что мы говорили да и это будет низ рекомендациям приумеренно вот нетерпимая вот ночной сок оружия мы говорили действует менее часов поэтому приходится и на данном этапе применять на стороне воспалительные препараты уже и действительно они работают хорошо доказаны эффективность при срочном применении этих препаратов да это есть нежелательное явление ну выхода нет именно зачать эти препараты но обязательно и при сильной боли тоже здесь как мы говорили что он нарушит боли а аналгенитики работают значительно меньше даже сильные как травматов действует трех часов бывает прерывистый длиться более 30 и 40 минут здесь именно зачай аппараты это строй аналгетики и опиролиды даже применяют лакаймотерапию глюкокортикосперолиды и препараты гиалуронов кислот для того чтобы снижать нежелательные эти препараты иногда применяются в виде субриндуального добыта то есть они глотаются и не попадают в учащие травмы а они рассасываются полностью ротовой области есть такие препараты и вот мы видим здесь вот именно работа цикла оксигеназа на мембранах находится арахидонов кислот и вот воздействие на арахидонов кислоту цикла оксигеназа вызывает синтез именно как раз ферментов воспаления и эти ферменты воспаления по разному действуют на скажем на болевую симптом есть фермент цикла оксигеназа 1 цикла оксигеназа 2 и задача как раз подавить вот именно цикла оксигеназа и в зависимости от того какой вид цикла оксигеназа подавляется и различает мастероидные противоспалительные препараты которые подавляют сок 1 которые подавляют и сок 2 есть препараты которые подавляют и те и другие и сок 1 и сок 2 есть которые только изгнательно сок 2 вот это очень важно это надо при работе с сторонними противоспалительными препаратами вот то что за осложнение смотрите живут тракт осложнение примерно 0 пациент на 100 иных в год попадает фактически в хирургии связанные в результате этих препаратов люди васкуляр тоже примерно в год это очень много это очень много мы знаем то что наши пациенты это пациенты правила поживания и они имеют соответствующие заболевания это очень важно мы должны учить тоже именно соответствующие заболевания чтобы назначение здоровья против препарата не привело к настроению ухудшению течения именно сопротивления пожалуйста на этом слайде указан процент наличия сопротивления у наших больных больше всего гипертония гипер язвенные желудка гастрит заболевания в суде стой системы диабета ишемического гиперта и выбор адаптного и безопасного лечения это первоочередная задача в лечении лечения гастрит и комар заболевания мы должны всегда учитывать и почему еще мы учитывали потому что там есть заболевания а еще и потому что они пациенты принимают большое препарат и пожалуйста декорство взаимодействие фактор прибыль лечении каждого больного и есть вероятность возникновения декорства взаимодействия при назначении противопротивопротивных препаратов и препаратов для лечения сухих заболеваний это может влиять на проявление препарата это может влиять на процесс выведения препарата и вот пожалуйста смотри если больная принимает препараты то это приходит к взаимодействию противопротивопрепаратов у 10% если 6 10% но если 10 препаратов то взаимодействие у 100 центов то есть мы коморбидность запущу заболеваний и количество принимаемых красных препаратов очень важно и должны этому очень большое большое внимание спасибо и друзья за внимание и я нового года и рождества Христова хотел поздравить вас всех с этим процентом до свидания будь до свидания у подожду подожду Продолжение следует...